Тяга штанги в наклоне В подтягиваниях мы становимся шире, крылья увеличиваются, в тяге штанги в наклоне крылья становятся толще. Это очень-очень важное упражнение. Но большинство делают его неправильно. Мало того, что обкрадывают себя с точки зрения эффективности упражнения, но и наносят большой вред позвоночнику. Раньше советовали, особенно старая школа, делать тягу в наклоне следующим образом. Наклоняться чуть ли не параллельно полу, брать штангу и тянуть ее кверху. Это неправильно. Во-первых, мы не можем взять достаточно серьезный вес, чтобы максимально нагрузить широчайший. А во-вторых, в таком положении обязательно получите протрузию или грыжу. Нам не нужно ни первое, ни второе. Мы хотим минимизировать риск травмы и максимально получить эффективность от упражнения. Что нужно делать? Все очень просто. Ставим штангу на опоры, на стойки какие-нибудь. Беремся хватом уже плеч. Встаем, наклоняемся до уровня коленок чуть ниже и из этого положения начинаем тянуть штангу кверху. Но обратите внимание, мы тянем ее не вверх, как делают большинство, а по ногам к низу живота. Так, суть движения в том, чтобы выполнять его локтями и лопатками. Посмотрите, тянем на выдохе. Работаем исключительно локтями. Руки расслаблены и руки как будто веревки просто прикрепленные к широчайшим мышцам. В этом положении вы максимально сильны. Ваши широчайшие максимально могут приложить силу к выполнению движения. Обратите внимание на хват. Именно в таком не широком, ну не очень узком положении широчайшие мышцы самые сильные. Не нужно браться широко. Вы никак не поменяете, только ухудшите данное движение. Еще один отличный вариант этого упражнения – делать его обратным хватом. Дориан Яц очень любил это движение, но будьте очень осторожны и внимательны. Нужно уметь максимально концентрироваться на широчайших мышцах и отключать наши руки. А вы знаете, что когда мы делаем любые тяги, работают бицепсы. Подтягивания, любые рычажные тяги, тяги в тренажере, тяги штанги – будет работать бицепс. Наша задача – максимально сконцентрироваться на спине, на широчайших. Отключить наши бицепсы. Это возможно. Если вы будете брать очень большой вес в данном движении, то нагрузка будет очень большой на ваши бицепсы. Широчайшие, конечно, прорабатываются шикарно. В этом движении я чувствую свои широчайшие больше всего. Опять-таки, обратите внимание на наклон. Он небольшой. Обратите внимание на то, что лопатки я в этом движении стараюсь всегда удерживать вместе. Работают только локти. Работают только локти в обоих вариантах. И вообще, в тягах работают локти. Как будто мы хотим обнять себя локтями сзади. В подтягиваниях точно так же сосредотачивайтесь на опускании локтя вниз, а не на подтягивании себя кверху. Тогда движение будет максимально бить в широчайшую мышцу. Выполняйте данное упражнение, и вы получите максимальный эффект. Становая тяга, подтягивание, тяга штанги в наклоне – это три лучших движения для огромной, мощной и сильной спины. Всем пока. Увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Пишите комментарии и тренируйтесь. Друзья, кто следит за моими статьями и видеороликами, заметил, что я стараюсь давать информацию так, чтобы вы могли спокойно ориентироваться в мире железного спорта. Чтобы вы могли самостоятельно составлять себе программы тренировок, программы питания. Для тех же, у кого нет времени или желания углубляться во все эти дебри, я веду профессиональные тренировки. Как вживую, так и онлайн. Ученики у меня по всему миру успешно тренируются, успешно выступают. Если вы не имеете возможности или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок, пишите мне в личку. Я с удовольствием с вами поработаю. В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей будут затронуты следующие темы. Жим ногами, подъем штанги на бицепс, тяга штанги в наклоне. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку заранее. Видео тем будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете. Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы. Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях. Обращаю особое внимание на то, кто комментирует мои видео в YouTube. Если вы хотите и ждете ответа, будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить. Потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу. Нет кнопочки ответить. Обращайте на это особое внимание. Также в ближайших видео и статьях я освещу темы, амплитуду движения, скорость выполнения повторений, отдых между упражнениями и подходами. Это канал Heavy Metal Gym. Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья. Всем пока!